Новосибирцы открыли купальный сезон, несмотря на запрет. Эти жаркие выходные многие провели на пляже, хотя официально ни одно из организованных мест купания в Новосибирске еще не открыто. Принимать их будут в первой декаде июня. Как пляжи готовятся к новому сезону и почему купаться сейчас нельзя, расскажет Мария Черешнева. Этот водоем, котлован на юго-западном жилмассиве, даже опаснее реки, люди тонут здесь ежегодно. Печальный рекорд был в 2015 году, тогда погибли сразу 7 человек. Купание здесь строго запрещено и по-хорошему единственное, что могут позволить себе отдыхающие, это босиком пройтись по кромке воды. Но заходят гораздо дальше. Знаем, что и глубоко, и опасно, а все равно идем. Здесь купаться не разрешат, наверное, вообще никогда. Котлован глубокий, но неоднородное. У матросов-спасателей ни минуты покоя. Очень разный контингент людей бывает. Бывают те, кто спокойно реагирует, понимающие, относятся к этому. Бывают те, которые конфликтные, очень любят поругаться. Сейчас заходить в воду нельзя не только здесь. Купание запрещено на всех водоемах и официальных пляжах. Вода еще слишком холодная. Резкий перепад температур. Соответственно, люди не выдерживают. Чуть-чуть воды хлебнул и все. Дальше у них начинается уже, так сказать, процесс восстановления дыхания. При этом говорить он ничего не может. Позвать на помощь он не может. В связи с этим ныряет. Чем больше, тем глубже. Больше нахлебывается воды. И незаметно для окружающих просто-напросто тонет. К приемке она назначена на 6 июня на городском пляже готовы. Не сделано только одно. Буйковая зона. И спасателей на посту пока нет. Хотя люди в воде есть. Они несут сами за себя ответственность. Мы не можем каждого человека вытащить и запретить ему плавать в водоеме. Поэтому у нас расставлены аншлаги по пляжу, что купание запрещено. На входе информационные щиты установлены тоже, что купание запрещено. И вся информация, которая необходима для отдыхающих граждан, тоже предоставлена. Томичам ждать начало купального сезона еще долго. Единственный пляж на Семейкином острове откроют только к 15 июля. Зато обещают, он будет необычным. На дороге ведущие к пляжу установят стеллажи с книгами. Этакий массовый буккроссинг. Они будут располагаться под крышей. Сами стеллажи будут закрыты. Стеклянные дверцы. И там будет располагаться литература, которую любой желающий может взять. Либо принести свою на обмен. То есть работать будет так же, как и пляж. А мечей к реке Роспотребнадзор и вовсе не пускает в РТШ слишком грязная вода. Альтернатива – открытый бассейн. Здесь день отдыха обойдется почти в тысячу рублей. Правда, за эту зиму чаши изрядно поизносились. В первых числах июня обещают ремонт закончить. И тогда бассейн начнет работать. Мария Чережнева, Никита Лобиков, Ольга Качкурова, Антон Мамаев. Новости здесь. Новосибирск. Где стоит купаться, а где нет? Как по внешним признакам определить, безопасен ли водоем? Смотрите интервью с экспертом в заключительной части нашей программы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова